Александр Юрьевич, вопрос. Вы нам показывали то, что решеточные расчеты для мемезона ближе к эксперименту, но не согласуются с расчетами в непрерывной теории. Есть ли аналогичные вычисления для электрона, чтобы понять? Валерий Павлович, я не знаю, честно говоря, может они для электрона и не делали. Это ключевое все-таки различие, потому что говорить о новой физике нужно одновременно иметь в виду и аномальный момент электрона. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос, который вы задаете, он возникнет. Ну вот я сам просмотрел эту работу, она очень короткая работа, но в ней дополнений очень много приложений, на много страниц, посвященных технике расчета. Очевидно, это очень нетривиальный момент, и вот эти вот усы, которые здесь изображены, это и есть главная цель уменьшить их. И вопрос еще о неопределенности, вы говорили, связанной с полиализацией вакуума и рассеянием света на свете. Казалось бы, в порядке, по крайней мере, альфа-квадратом, все диаграммы можно посчитать, практически аналитически все посчитать. Тогда с чем связана неопределенность? С неопределенностью в массах? Насколько неопределенность в массах вообще здесь критична? Да, Валерий Павлович, значит, здесь, конечно, в квантовой электродинамике это все можно посчитать точно, но как только мы переходим к адронам, здесь возникает уже сразу неопределенность. Мы не знаем, во-первых, какие подставлять массы кварков, если в терминах кварков, то ли брать токовые массы, то ли брать массы конституентных кварков. Поэтому после долгих колебаний и многих работ склоняются к тому, чтобы вычислять вот таким вот образом через просто полное сечение аннигиляции электрона и позитрона в любые частицы и использовать в основном результаты эксперимента. То есть, например, я вот сказал, что если в конце образуется П плюс, П минус, то можно использовать просто результаты эксперимента. Точность сечения достаточно? Вот, собственно говоря, это и есть причина ошибки теоретических расчетов. Хорошо, а растение света на свете, такое уже нет соотношения? Для растения света на свете, конечно, такого нет соотношения, но здесь, вы видите, появляются все равно диаграммы, где входят промежуточные мизоны. И как только входят вот такие диаграммы, здесь есть опять-таки константы, допустим, которые описывают взаимодействие каких-то мизонов с двумя фотонами. И эти константы, опять-таки, из эксперимента, они имеют определенное ограничение точности. То есть, вот эта вот точность теоретических расчетов, она по существу ограничена экспериментальными результатами. Связана с адронной физикой. С адронной физикой, которая, как мы знаем, является феноменологической. Спасибо. Есть вопросы еще? Саша, вот один небольшой вопрос. Огромное количество, огромные точности, огромное количество диаграмм. И, ну, где гарантии, что при вычислениях, там, программах не будут какие-то сбои? Вот об этом материале вот у нас на семинаре, когда Эдик Кураев приезжал, он несколько раз рассказывал. И в конечном итоге он там говорил, что были найдены неточности в программе. Долго были расхождения, а потом, вот на данный момент какая ситуация? Это преодолено? Да, на данный момент, насколько мне известно, это преодолено. То, о чем вы говорите, Николай Федорович, связано действительно с расчетами квантовой электродинамики, вот этой вот совокупности, огромной совокупности диаграмм, которые были выполнены в расчетах японской группы, киношиты и других. Они этим занимаются на протяжении десятков лет. И действительно там оказались ошибки, связанные с неправильным определением знака антисимметричного тензора Левичевита. То есть он был заложен в программе не так, как они предполагали в теории. В результате была ошибка. Но потом на эту ошибку, собственно, кто-то обратил внимание, я не знаю. И так или иначе, в настоящее время эти диаграммы сейчас считаются, мне кажется, без ошибок. По крайней мере, я не слышал о том, что кто-то обращал внимание на ошибки. То есть квантовая электродинамика здесь работает с огромной точностью. Да, эти диаграммы посчитаны даже для квантовой хромодинамики. Так что и оттуда можно тоже восстановить эти вычисления для квантовой электродинамики. Это делается, да. Проверка такая произведена. А, ну спасибо за ваш комментарий, да. Ну то есть точность, конечно, фантастическая теория. Вот если посмотреть на это число. Но здесь как бы и цель большая, так, огромная цель. Если убедиться, что действительно расхождение настолько велико, то это уже почти открытие. Поэтому здесь как бы и настолько большие усилия заложены как в теорию, так и в эксперимент. Но если вдруг окажется, что расчеты на решетках, они поправляют теорию, то это, конечно, будет, на мой взгляд, достаточно как бы такой пессимистический результат для всей этой деятельности. Ну, посмотрим, что будет в ближайшие годы, я думаю, это как-то будет проясняться. Хорошо.